Прощает ли Господь нам наши грехи, если каемся сразу после соделанного греха, или только после исповеди? Интересный вопрос здесь. Наши с вами зрители, подписчики портала Икзегет, а я вам это рекомендую, вы будете в курсе ответов на новые вопросы, будете получать ответы и вообще новые темы, будете узнавать, что вас обязательно приблизит ко Христу. Но наш подписчик задается вопросом, можно ли, скажем так, получить прощение без церкви? Можно ли получить прощение без Христа? Ну, точнее, даже не без Христа, а содел грех, покаялся, и вот он тебе простился. Мы с вами должны четко понимать, что таинства церкви, которые установлены для нас с вами, чтобы мы могли пользоваться всем теми благами, которые Господь, любящий нас Господь, преподает всем нам, верующим в Него, и говорит, что берите, пользуйтесь любовью моей, и милосердием моим, он все это преподает нам в таинствах церковных. Раскаяние, покаяние, оно для нас очень важно, но в полной мере покаяние может свершиться только, естественно, во храме. Здесь кто-то скажет, ну как же так, и я вас поддержу. Бог не бюрократ. Он проявляет свою милость абсолютно в любых ситуациях. Но если мы с вами начнем хитрить, если мы с вами начнем что-либо скрывать, если мы с вами просто скажем, да не обязательно мне идти в храм, вот сейчас, скажем так, наступлю на ногу этому человеку, попрошу прощения у него и у Бога, и все мне это простится. Нет, покаяние так не действует. Господь простит искренне кающемуся человеку, который не может прийти в храм в последние минуты своей жизни и вдруг взывает ко Господу о помощи, как разбойник, помяни меня, Господи, во царстве Твоем, не надеясь уже даже быть в этом царстве, но хотя бы чтобы имя мое там, может быть, прозвучало, вспомни обо мне, Господи, так говорит разбойник. Он со смирением подходит ко всему, к этому. И вот если и мы со смирением подойдем ко Господу, Господь, конечно, может простить. Но чтобы мы с вами знали и были уверены в нашем покаянии, в этом покаянии Господь дает нам видимый образ. Мы состоим с вами из духа, души и тела. И все наше естество трехсоставное участвует в любом таинстве. И в покаянии мы тоже участвуем и телом в этом таинстве. Мы получаем разрешение по молитве священческой, по молитве того, кто установлен в церкви, именно свидетельствовать об отпущении грехов. Я хочу подчеркнуть, свидетельствовать об отпущении грехов. Ибо прощает грехи сам Господь, но свидетельство преподает через людей, которые установлены в церкви и которые носят имя священников. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.